Продолжение следует... 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 тому уровню голосов, которые Назарбаев нарисовал в своем кабинете для тех или иных партий. И как раз наша задача заключается в том, чтобы поймать его за руку. Для этого мы призываем все голосовать за партию Акжол, избирательный бюллетень делать после того, как вы проголосовали, поставили галочку, вот такую вот гармошку. Затем вы этот бюллетень, сложенный в виде гармошки, должны сложить в избирательную урну. Вот видите, меня до сих пор спрашивают, что такое гармошка. Вот я показываю, что такое гармошка и показываю, как ее сложить. Складывается бюллетень в урну, и тогда все увидят, что эта урна заполнена в основном вот только вот такими бюллетенями, сложными гармошку. Ну вы понимаете, что тогда членам избирательной комиссии будет не так просто заявить, что якобы за Нур-Атан 80%, а за все остальные партии так по чуть-чуть, что называется. Далее, все это приведет к тому, что начнутся тотальные фальсификации, тотальные вбросы. В этом будут участвовать учителя, в этом участвуют Акимы, директора школ. Я пользуюсь случаем, еще раз хочу обратиться к учителям, чтобы они присылали все эти факты. Известная правозащитная группа Фиду итальянская, а также американская Freedom Kazakhstan, основанный Барлаком Индегазием, организовали мобильные приложения. Вы после того, как проголосуете за партию Акжоу, поставите галочку, можете сфотографировать это на телефон и отправить сфотографированный бюллетень по указанным ссылкам. Там есть еще два телефона WhatsApp, есть номера телефона и в Telegram. Тогда все эти данные будут обрабатываться мобильным приложением в Айге. А в случае, если вы зафиксировали нарушение, мы призываем вас отправлять эти фотографии, видео на ссылку с названием АЛАМА. Далее, уважаемые друзья, после того, как вы проголосуете, конечно, члены избирательной комиссии будут препятствовать вам за ними наблюдать. По этому поводу я хочу сказать следующее. Мы возлагали большие надежды на наблюдателей, именно на независимых наблюдателей. Но власть решила окончательно добить и сломать свой даже такой хлипкий статус выборов, где участвуют только провластные партии. Решением санитарного врача озвучено, что наблюдатели должны не только зарегистрироваться, но они должны получить своего рода тесты, тесты на отсутствие болезни коронавируса. Сегодня я получил отряда наблюдателей из АТРАУ о том, что они получили от местной санэпидистанции, СЭС, уведомление, что оказывается у них обнаружен коронавирус. Хотя эти люди, наблюдатели, они даже тесты не сдавали. То есть вы понимаете, что власть так искусственно выбивает из процесса независимых наблюдателей. Более того, те общественные организации, которые выдали доверенности на участие в виде наблюдателей на этих выборах, эти общественные организации сейчас преследуются, доверенности отбираются, удостоверения отбираются. Наблюдатели задерживаются, сажаются в тюрьму. В частности, один из, например, известных последних случаев, когда наблюдателя, который пошел на избирательный, точнее пошел сдавать тест ПЦР, его прямо там, в этом медицинском учреждении, в лаборатории задержали и дали 15 суток якобы за участие на митинги 16 декабря. Между прочим, 16 декабря призывал публично на несанкционированный митинг МАМАЙ, прокладка режима. Но получается, что человек делает публичные заявления, призывает идти на митинг, в частности, 16 декабря, его не трогать. А тех людей, которые просто пришли исполнить свой гражданский долг, и этот день памяти, фактически, в этот день возлагались цветы, читались молитвы, и вот этот наблюдатель был задержан. Задержан по обвинению, что он участвовал в несанкционированном митинге. То есть, очевидно, что эта власть независимым наблюдателям будет мешать, препятствовать, исполнять то, что они планируют. В этой связи я обращаюсь, уважаемые избиратели, к вам. Именно мы должны стать независимым наблюдателем, мы должны контролировать и наблюдать за избирательным процессом, вылавливать все факты подделки бюллетеней и протоколов. А мы их уже получим заранее, до дня выборов. Меня спрашивают, а что, если нас не будут пускать на избирательные участки и выгонять с этих помещений? По этому поводу я уже говорил, что на избирательных участках 5-6 учителей и 2 полицейских, а на избирательный участок приходят тысячи людей. Мы призвали избирателей приходить именно с утра, с 10 до часу, чтобы именно в это время состоялся массовый наплыв тех людей, которые готовы проголосовать. Ну и представьте себе, что на избирательном участке кто вас не пустит? Какие-то 5 учителей и 2 полицейских против тысячи. Против тысячи, которые хотят справедливости и которые заранее знают, что эта власть занимается фальсификацией. И всем известно, что за факты фальсификации полагается по нашему законодательству до 4 лет тюрьмы. Поэтому я, уважаемые друзья, хочу сказать следующее. Не обращайте внимания на то, что вас пытаются остановить, не пустить. Ваш голос ворует, ваш голос хотят украсть. И вы, если, например, ваше жилище кто-то придет и попытается украсть вашу собственность, вы разве будете наблюдать? Нет. Вы будете спрашивать разрешение, а можно я тебя зафиксирую, пока ты воруешь? Нет. Вы ему просто не дадите это сделать. И единственная возможность в том случае, если член избирательной комиссии вам начинает препятствовать, просто бороться за свои права, заходить в эти избирательные, где избирательная комиссия присутствует, наблюдать, не спрашивать никакого разрешения, потому что этот режим хочет украсть ваш голос. И что бы ни делал режим, как бы ни выдавливал наблюдателей, избирателей в качестве наблюдателя режим выдавить не может. Также сегодня пришла информация, что якобы во многих районах члены территориальной комиссии распространили приказы о том, что кабины якобы будут открыты в целях рисков распространения коронавируса. Это, конечно, очень смешно. Но есть закон о тайном голосовании, и вы должны снимать тогда на телефон, фотографировать, делать видео, где показывать международному сообществу, международным наблюдателям, что идет прямое нарушение закона о тайном голосовании. Никто не может эти кабины закрыть, потому что если это повсеместно происходит по всей стране, значит нарушены тайные голосования, значит эти выборы нелегитимны. Все очень просто. Итак, уважаемые друзья, в тот день, 10 января, с 10 до 13 часов, мы призываем наших сторонников проголосовать. С 12.30 до 13.30 происходит сбор тех, кто недоволен, не согласен с этим режимом. Мы выбрали три главных города, где, на наш взгляд, должны произойти основные протесты. Это Астана, столица, Алматы, где проживает более 2 миллиона человек, Шимкент, где проживает около 1,5 миллиона человек. Как известно, в Астане тоже проживает более 1 миллиона человек. Именно в этих трех городах здесь мы определили места сбора. В Астане и в Алматы 6 точек сбора. В Шимкенте 3. Каким образом происходит процедура объединения протестующих. Мы определили, например, в Астане 6 точек. В этих 6 точек, с 12.30 до 13.30, протестующие начинают собираться. Вы все должны понимать, что в этих 6 местах будут обязательно активисты, которые будут организовывать массовый сбор, выстраивание специальной колонны. И в 13.30 6 колонн с разных мест будут двигаться в сторону молодежного дворца Жастар в Астане. И эти 6 колонн, многотысячные, должны к 14 часам собраться около дворца Жастар. Я еще раз хочу напомнить, что максимум 3 тысячи человек полицейских есть в Астане и столько же в Алматы. В Шимкенте всего 1 тысяча полицейских. Поэтому, когда кто-то говорит, что якобы на каждого человека приходится по 2 полицейских, это не то, что преувеличение, это просто элементарное незнание или, как говорится, у страха глаза велики. И представьте себе, что всего лишь 3 тысячи полицейских, из которых в Астане минимум 700 до 1000 полицейских будут распределены по этим избирательным участкам. Час полицейских будут заниматься своей обычной охранной деятельностью на тех или иных объектах, как охарда, здание правительства, судебные институты власти и так далее, и так далее. А также это дорожная полиция. И в реальности именно свободных полицейских будет не более полутора тысяч в Астане и в Алматы. Ну пусть 2 тысячи. Вот представьте себе, что, например, в Астане живет свыше миллиона человек, и в этот день выйдут голосовать люди свыше 600 тысяч человек только по Астане. Это такое количество людей, имеющих право голосовать. Даже если не придет 40% из числа, имеющих право голосовать, в любом случае порядка около 400 тысяч человек придет голосовать на избирательные участки. И когда такая масса будет в столице, около 400 тысяч человек, что может сделать пару тысяч полицейских? Ничего. В Алматы вообще население более 2 миллионов человек, и людей, имеющих право голосовать, минимум 1 миллион 200 тысяч человек. И даже если 40% населения решит не идти на выборы, то минимум 700 тысяч человек, минимум, придет к избирательным участкам. В Шимкенте тоже придет минимум около полумиллиона человек на избирательные участки. И что могут сделать тысячу или пару тысяч полицейских? Нет ничего. Потому что, например, в Алматы 550 избирательных участков, на каждом избирательном участке минимум по 2 полицейских, это значит приблизительно 1100-1200 полицейских будут распределены по этим избирательным участкам. Значит, именно в этот день режим будет ослаблен. И те полицейские силы, которые защищают этот режим, они будут выполнять другие функции. Именно поэтому я говорю, что 10 января – это возможность смены режима, которым мы должны воспользоваться. Сейчас режим говорит, что в этот день, 10 января, на избирательные участки по всей стране придет порядка 7 миллионов человек из 12 миллионов, имеющих право голосовать. И такая возможность у нас будет только через 4 года на президентских выборах. Вы прекрасно знаете, что когда мы планируем тельные митинги, режим всегда мешает заранее задерживать активистов. Меня сейчас спрашивают, а вот если режим будет задерживать активистов. Ну смотрите, как он будет задерживать. Если там в этот день на улице вышли десятки тысяч, а одного человека, чтобы задержать, им нужно 4 полицейских, даже 500 человек, чтобы задержать, им нужно 2000 полицейских. То есть, когда на улице выходят сотни тысяч человек, что могут сделать какие-то небольшая группа полицейских? Что они могут? Ничего. Наша сила именно в массе. Если нас много, полиция не сможет препятствовать нам где-то собираться, идти колоннами, они просто будут охранять основные объекты, где находится высшее руководство страны. В частности, Нурфултан Назарбаев, Такаев, Акимы городов и областей. Вот там в основном будут сосредоточены основные силы полиции. Итак, возьмем, например, Астану. В этот день, по прогнозам, будет порядка минус 9-8 градусов. Это не 30, как вот совсем недавно было в Астане. То есть, это относительно тепло. В Алма-Ате будет около 0 градусов. В Шимкенте плюс где-то 7-9 градусов. Поэтому вы видите, что погода достаточно благоприятная. И если кто-то обеспокоился, говорил, что людям будет холодно, морозы и так далее, как видите, погода нам сильно помогает. Что мы должны делать? После того, как наши граждане проголосуют на избирательных участках с 10 до часу, происходит концентрация именно протестующих на 6 участках. Там, где будут наши активисты. Будут где-то 30-50 человек минимум активистов, которые будут организовывать эти колонны. Эти колонны будут, например, в Астане подходить к площади, к дворцу Жастар, там около часа произойдут митинги. С 14 до 15 часов. В 15 часов многотысячная колонна будет двигаться в Акарду. В Алма-Ате со старой площади многотысячная колонна будет двигаться к Акимату. В 15 часов. В Шимкенте в 15 часов. Когда эти колонны соберутся в трех местах, будут двигаться с трех мест, соберутся на площади, тоже объявление дано где. После этого эта колонна идет в сторону Акимата. Таким образом, все действуют по единым стандартам. Далее. Что мы дальше делаем? У нас не сама цель просто выйти на митинг и выразить свой протест. Мы знаем, что эта власть глухая, никого не услышит. И поэтому наши отношения и позиции уже давно созрело. Эта власть должна уйти в отставку. Что мы планируем сделать? Именно в этот день, в 15 часов, колонна протестующих идет в Акарду. Заходит в нее, заполняет и объявляет о том, что Назарбаев и его ближайшее окружение не зложено. У меня спрашивают, что дальше делать. Активисты объявляют о создании временного правительства демократического выбора Казахстана. Мы все должны понимать, что все эти активные действия проводит только наша организация демократический выбор Казахстана. Всякие разные подставные структуры, они заявили о том, что якобы проведут митинг в 12 часов дня около Байтирека. При этом, в частности, Мамай делает открытые призывы к митингу, не имея разрешения, и его власть не трогает. Но при этом власть превентивно задерживает активистов, которых они воспринимают как реальных противников режима. Более того, которые даже когда-то участвовали на митингах или намеревались, или еще какие-то у них подозрения. А прокладки власти, они свободно призывают на митинг, их никто не трогает. Так вот, эти прокладки режима будут в 12 часов дня делать митинги свои, ну немногочисленные, понятно. И у них задача просто что-то имитировать процесс, имитировать митинг, чтобы показать западному сообществу, что якобы Казахстан это свободное демократическое государство, в котором можно проводить митинги и выражать свой протест. Что вранье, как все прекрасно понимаете. Итак, как только протестующие заполняют собой здание Акорды, здание правительства, парламента, между прочим, обязательно, когда будет существовать такая большая команда протестующих, многотысячные, безусловно, необходимо зайти и занять телецентры, телецентры Хабар, чтобы всей стране объявить, что правительство Нурсултана Назарбаева и он сам отправлен в отставку. У меня спрашивают, какие мы должны выпустить по этому поводу решение временного правительства демократического выбора Казахстана. Я сейчас их хочу озвучить. Итак, первый указ. Я сразу заявляю, что я планирую стать главой этого временного правительства сроком на полгода. В течение полугода желающие могут создать партии и затем в течение полугода пройдут выборы в парламент. Будет борьба между разными партиями, в том числе борьба будет между партиями, которые кто-то создал, и партией демократического выбора Казахстана. Мы будем наравне со всеми другими партиями участвовать в борьбе за голоса своих избирателей. Итак, первые полгода будет работать временное правительство демократического выбора Казахстана. Я сейчас не могу озвучить всех предполагаемых членов правительства, потому что они будут, безусловно, подвергнуты преследованию. Сейчас я буду озвучивать только себя лично, как главу этого временного правительства. Итак, первый указ, который будет сразу озвучен и подписан в тот день, когда пройдет сложение полномочий Нурсултана Назарбаева, Такаева и других государственных, так называемых, чиновников. Итак, я сегодня уже выставил в социальных сетях первый указ. Первый указ предполагает, что мы не будем получать никаких заявлений об отставке со стороны Нурсултана Назарбаева. Никто около его крыльца просить уговаривать его не будет. Не будет никто уговаривать и Такаева. Я хочу сразу сказать, эти люди не являются легитимными. Никто из них не получил доверенность от народа. Ни разу никогда не было честных выборов. Назарбаев это фальшивый председатель Совета Безопасности. Он фальшивый бывший президент. Такой же фальшивый Итакаев. И когда эти нелегитимные чиновники назначали на высокие ответственные посты министров, депутатов, премьер-министра и так далее других своих назначенцев, мы сразу заявляем, что эти люди нелегитимны. И поэтому никакие законы, на которые они хотят сослаться, не будут работать. Более того, мы знаем, что Нурсултан Назарбаев превратил в Конституцию нашей страны свой черновик. Он что хочет, туда и вписывает. В Конституцию вбиты нормы, что якобы Нурсултан Назарбаев неприкасаем, неподсуден. Не только он, но член его семьи. И в этих условиях ссылаться на то, что он должен уйти в отставку, уговаривать его, а он будет ссылаться на Конституцию, что он это может сделать только тогда, когда хочет, или по состоянию здоровья, мы не должны их слушать. Потому что эти люди нелегитимны. Источником власти является народ. А не Нурсултан Назарбаев, который поставил выше себя и Конституции, и выше нашего народа. Поэтому он будет освобожден от должностей представителей Совета Безопасности, любых других должностей, которые он себе присвоил, украл, именно указом главы Временного правительства Демократического выбора Казахстана. И мне, безусловно, задат вопрос, насколько это легитимно. Это легитимно, потому что смена режима может произойти только тогда, когда будет массовая поддержка наших граждан. И если такая поддержка будет, это придает легитимность тем, кто приходит к власти. Итак, в соответствии с этим указом, Нурсултан Назарбаев освобождается от всех занимаемых должностей. Такая в должности президента. Касымов, мы его специально здесь хотим упомянуть, Касымов, начальник службы государственной охраны Республики Казахстан. Это у него известное имя Кровавый Мясник, который ответственен за преступления и расстрели наших граждан в Жанозене. Именно этот человек исполнил устные приказы Назарбаева и поручил открыть огонь по мирным гражданам. Касымов тоже будет отправлен в отставку. Отправляется в отставку премьер-министр Оскар Мамин и все правительство, я даже не буду зачитывать их имена, министры, которые назначены Нурсултаном Назарбаевым. Отправлен будет в отставку председателя агентства по противодействию коррупции Шпикбаев и все его заместители. Вообще принцип такой. В силовых подразделениях уходит в отставку министры, первые руководители и все заместители. Уходит генеральный прокурор Нурдаулетов и все его заместители. Отправляется в отставку председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов и все его заместители. Отправляется в отставку командующий национальной гвардии Жексылыков. Отправляется в отставку все Акимы областей и три Акима городов республиканского значения Астана, Алмата и Шимкент. Также уходит в отставку председатель центральной избирательной комиссии Росник Нурсултан Назарбаева и Машев Берег и все члены избирательной комиссии ответственны за постоянную и тотальную фальсификацию итогов выборов как этих, так и всех предыдущих. Члены избирательной комиссии будут заново формироваться из честных и авторитетных людей. Отправляется в отставку председатель Верховного суда Казахстана. Уходит в отставку председатель Национального банка Тасаев. Отправляется в отставку Азимова, уполномоченный по правам человека, потому что, казалось бы, это второстепенное и никто не знает эту должность, но тем не менее это очень важный институт в демократическом государстве, поэтому в этом списке присутствует и уполномоченный по правам человека. Отправляется в отставку председатель правления Самру Казана. Это государственная группа компаний, которые контролируют минимум 40% волового внутреннего продукта страны. Это государственные компании, через эту структуру контролируются как железная дорога и другие известные государственные компании. Также отправляется в отставку главный санитарный врач, усилиями которым этот орган превращен в инструмент политического давления. Вы знаете, что на этих выборах и любых других промежуточных каких-то ситуациях, именно санитарный врач, руками санитарного врача этот режим ограничил права и свободы наших граждан. Далее, первым указом Временного правительства демократического выбора Казахстана ликвидируются государственные органы, искусственные и никому не нужные, как Совет Безопасности Республики Казахстан, который сейчас возглавляет Носултан Назарбаев. Ликвидируется Конституционный Совет, который по сути просто бутафорно изображает, что он защищает Конституцию. Конституционный Совет Безопасности Республики Казахстана, это совещательный орган, не имеющий никакого значения. Он ликвидируется. Ликвидируется Ассамблея народов Казахстана, который изображает, что якобы там присутствуют представители всех народов Казахстана. Нам такой орган не нужен. Далее, нам не нужны депутаты двух палат, как Сената, так и Мажелиса, потому что депутаты там назначены лично Назарбаевым. Каждый из них, они не являются представителями народа, и все законы, которые принимал этот парламент двух палатный, они по сути являются законами Нурсултана Назарбаева. А эти депутаты проводники линии не народа, а проводники и защитники Нурсултана Назарбаева. Поэтому депутаты обоих палат будут распущены, все депутаты. Таким образом, также распускаются депутаты маслехатов разных уровней, города, района, поселков и так далее. Это тоже подконтрольные структуры Нурсултана Назарбаева. Они все распускаются. Далее, этим же указом, четвертым пунктом, принимается решение переименовать город Нурсултан, столицу Республики Казахстан, в город Астану, столице Республики Казахстан. То есть возвращается то имя, которое было до переименования. И настоящий указ вводится в действие со дня Х. Если мы 10 января добиваемся наших планов, отправляем в отставку Нурсултана Назарбаева и все его ближайшее окружение, именно в этот день этот указ входит в силу. Вот это указ первый, я его опубликовал. Второй указ. Я многократно заявлял о том, что мы не планируем охоту за ведьмами, преследовать полстраны, за участие в партиях Нур-Атан и так далее. Я многократно заявлял, что нашей стране необходимо буквально перешагнуть через эти трудности и очень быстро развиваться и двигаться вперед. В этой связи я озвучивал, что нам необходимо арестовать узкую группу людей и затем приблизительно около 200 человек привлечь к ответственности. Это все люди, которые способствовали усилению власти Нурсултана Назарбаева, участвовали в различных репрессиях, преступлениях и грабежах народа Казахстана. В этой связи первый шаг в этом направлении это указ номер 2 об аресте и содержании под стражей в течение двух месяцев. В течение двух месяцев следственные органы предъявят государственное обвинение этим преступникам. Итак, я озвучиваю фамилии, которые будут арестованы немедленно. Первый – Нурсултан Назарбаев, второй – Касымжимар Такаев, президент Республики Казахстан, третий – Касымов, который ответственен за расстрел наших граждан в Жанозене. Он сейчас в статусе начальника службы государственной охраны Республики Казахстан. Четвертый – арестовать Даригу Назарбаеву, который соучастницей преступлений Нурсултана Назарбаева. Пятое – арестовать Карима Масимова, главу Комитета национальной безопасности, ближайшего помощника Нурсултана Назарбаева, который сейчас фактически от имена Назарбаева рулит страной. Далее – арестовать Самата Абиша, первый заместитель Комитета национальной безопасности, племянника Нурсултана Назарбаева, который получил звание генерал-лейтенанта. Далее – седьмым необходимо арестовать Назарбаева Булата, известного младшего брата Нурсултана Назарбаева, который занимается контрабандой различных товаров из Китая. Для него границы прозрачные, он миллиарды долларов крадет у страны, и он известен тем, что отбирает бизнес у бизнесменов, и широко в народе известно, что он педофил. Далее – восьмым человеком принимается решение арестовать Тимура Кулебаева с зятя Нурсултана Назарбаева, который является мультимиллиардером, который ворует десятки миллиардов у страны, имеет гигантскую собственность за пределами страны и контролирует все крупнейшие активы в нефтегазовом секторе. Вот минимум восемь человек сразу подлежат аресту. Во все эти структуры будут назначены временным правительством демократического выбора Казахстана свои представители, которые будут осуществлять свои функции временно, до тех пор, пока они пройдут новые парламентские выборы, и народ не уполномочит своих представителей сформировать парламент и сформировать новое правительство Республики Казахстан. Затем будет принята новая конституция парламентом страны, ликвидирована должность президента, и на весь мир будет объявлено, что Казахстан – парламентская республика. Далее, четвертый указ, который будет принят в тот же момент, как, но султан Назарбаев в его ближайшее окружение будет отстранено от власти. Этот указ постановляет освободить из мест лишения свободы всех лиц, подвергнутых политическому преследованию, согласно спискам, представленным правозащитными организациями. Это четыре указа временного правительства будут приняты немедленно, после того, как режим будет отстранен. Уважаемые друзья, мы подробно разложили план действий на 10 января. Также вы все знаете, какое государство мы будем строить после того, как режим Назарбаева будет свергнут. Вы знаете, что мы будем строить демократическое государство и ориентироваться на мировых лидеров Соединенных Штатов Америки и европейское сообщество. Вы прекрасно знаете, что мы, строя демократическое государство, не можем быть в союзе ни с какими диктаторскими режимами. И когда мне говорят о том, что мы будем делать Евразийским союзом, или говорят о неком Тюркском союзе, то я вам хочу напомнить, что так называемые тюркские страны, Узбекистан это диктаторская страна, Азербайджан диктаторская страна и так далее. Нет среди так называемых тюркских государств, демократических стран, так там, где именно народ управлял государством. Поэтому мы должны принять простое решение. Мы должны строить сильные, независимые, демократические государства. Да, мы будем сотрудничать, иметь торговые отношения с Россией, с Китаем и так далее. Но мы будем строить сильную, независимую страну со своим сильным, боеспособным, со сильным, боеспособным вооруженными силами. Мы должны построить действительно свободное государство. Тот самый курс, который мы проводим, как движение демократический выбор Казахстана. В этой связи, в связи с тем, что мы понимаем все шаги, что мы будем делать, я хотел бы буквально напомнить, уважаемые друзья, что мы разработали глубокий план действий, который предполагает улучшение жизненного уровня всего населения. Всех тех, кто будет участвовать в смене этого политического режима, безусловно, я считаю, что должны отблагодарить страной за этот подвиг, за то, что 30 лет страна жила в нищете, бесправии. И какая-то часть населения, я не питаю иллюзией, что именно все в этом будут участвовать, именно какая-то часть населения взяла на себя ответственность и добилась перемен, рискуя собой. Второй, я хотел бы напомнить, что все те, кто будет участвовать в финальном митинге, по результатам нашего победного митинга, когда произойдет смена этого политического режима, каждый получит вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США и будет выплачено временным правительством. Этих средств у нас в стране достаточно для исполнения вот такой программы. Мы предполагаем, что для смены режима нам достаточно буквально 200-300 тысяч человек. Даже если каждому выплатить по 10 тысяч долларов, это масштаб их страны всего лишь 2-3 миллиарда долларов, пусть даже 5 миллиардов. Далее я хотел бы обратиться к силовым структурам. Вы сейчас получаете ничтожную заработную плату, остальное вы просто добираете за счет коррупции, за счет того, что вы мучаете и преследуете людей. Вы имеете сейчас возможность и шанс исправить свою жизнь, текущую и будущую. Вы знаете, что ваша минимальная заработная плата начинается будет от 1000 долларов, не как сейчас 200-300 долларов. И будут решены многие ваши социальные проблемы. Это и квартира, это и страховка, это многие-многие вопросы с жильем и так далее. Я хотел бы напомнить представителям силовых структур, что 10 января большое количество людей выйдет на массовый митинг. И здесь представителям силовых структур опять дается возможность и шанс перейти на сторону народа. В случае, если в день митинга полиция перейдет на сторону народа, каждому полицейскому будет выплачено 50 тысяч долларов вознаграждения, после того, как мы добьемся смены режима. Слушайтесь, 50 тысяч долларов. Я обращаюсь к тем людям, которые готовы действовать энергично и добиться смены режима. Я обращаюсь к представителям Национальной гвардии, службы охраны президента, представителям МВД, представителям КНБ и силовым структурам, как Министерство обороны. Я хочу вам напомнить, что при аресте Нурсултана Назарбаева, Хасмжимар Такаева, Карима Масимова и Самата Абишева, четырех человек, мы объявили вознаграждение по миллиону долларов за каждого этого человека и по квартире, четырехкомнатной квартире в Астане или в Алматы. То есть фактически при участии в аресте этих четырех человек вы получите вознаграждение в размере четырех миллионов долларов и еще четыре квартиры. Суммарно минимум 6-7 миллионов долларов вы можете получить вознаграждение за арест этой политической верхушки и затем сдачи их гражданскому правительству. Как видите, все планы и решения демократического выбора Казахстана выстроены таким образом, что те люди, которые участвовали в свержении этого строя, аресте политической верхушки, они все получат вознаграждение. И этих средств в нашей стране достаточно. У нас очень много ресурсов. В год, как я говорил, минимум 30 миллиардов долларов просто крадется. И эта программа вознаграждения, она всего лишь около 5 миллиардов долларов. То есть, как вы понимаете, этих средств в нашей стране много и достаточно. Поэтому я считаю, что мы озвучили все программы демократического выбора Казахстана, когда будет бесплатное образование, бесплатная медицина, специальный материнский пакет, выплата повышенной специальной пенсии, дополнительной на уровне до 200 тысяч тенге к существующей пенсии. Заработные платы учителям, врачам, когда начинается от 1000 долларов. Вы все видите, что эти изменения просто будут колоссальны и глобальны, они произойдут немедленно. Поэтому, уважаемые друзья, 10 января у нас огромная возможность добиться мирным путем смены этого политического строя. Все части нашего общества, участвующие в смене режима, безусловно, должны быть вознаграждены страной и у страны такие возможности есть. Итак, план есть, указы готовы. Когда произойдет смена режима, даже не нужно специально собирать большую команду людей, думать, а что же делать дальше. Потому что временное правительство демократического выбора Казахстана продумало все действия. Как только произойдет арест Нурсултана Назарбаева, всеми этими процессами будут управлять и руководить активисты. Они есть в каждом городе. Они проинструктированы, как действовать, как создавать временное правительство. Есть много, десятки эфиров, где я подробно все это озвучивал. В течение 24 часов, как только будет низложено правительство Нурсултан Назарбаев и сам Нурсултан Назарбаев, я успею приехать в страну и возглавить временное правительство демократического выбора Казахстана. Слово за народом, уважаемые сограждане. 10 января у нас есть возможность и мы этим должны воспользоваться. Алга, Казахстан!